Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlogTV и в Кремниевую долину, рядом со мной известный в местных краях блогер. И также он работает тестировщиком. Закончил школу Михаила Портнова, поэтому сегодня у нас будет очень много интересных тем для разговора. Всем привет! Меня зовут Хвостоевич Александр. Если кто не знает, можете поискать меня в гугле, в ютубе. Найдете мой русскоязычный блог об Америке, который я веду уже лет 5. С переменным успехом, с переменной активностью. Но, в принципе, начиналось все как рассказы о жизни в США и помощь новичкам и советам. И советами в итоге это выросло просто в какой-то контент для себя и для людей. Потому что, в принципе, на сегодняшний день блогеров, которые рассказывают о своей жизни в США и говорят, что делать по предуставу, очень много. И это, безусловно, хорошо. Начнем вот с твоей истории переезда. Ты переехал как? По Гринкарте? По Гринкарте, правильно. Папа выиграл Гринкарту. Мне тогда еще не было 21-го. И, в принципе, я уехал тоже. Я бросил колледж. Я учился на бухгалтера. У меня была возможность закончить. Там буквально было полгода, чтобы доучиться. Но, как раз таки, в том году приняли закон в Беларуси, что если ты доучился, то тебя могли не выпустить из страны, если ты не служил в армии. Не хотелось терять Гринкарту, поэтому я решил, ну, фикс не с учебы и уехал. Да. Ты приехал сюда. Что ты стал делать? Я за свои 10 лет в Америке я работал официантом, я работал басбоем, я работал в Subway, я работал на стройке, я работал в Real Estate, я работал продавцом-консультантом, а я работал охранниками. Я делал все. Ну, просто, как бы, основная, скажем так, во-первых, на тот момент не было таких блогов, которые бы рассказывали, что и как делать, чтобы как можно быстрее к чему-то прийти. И поэтому ты, естественно, там, все учил, как бы, на своем опыте и разбирался. Но основная, скажем так, тенденция во всем этом была, когда ты меняешь работу, это найти что-нибудь, что платит чуть-чуть побольше. Ну, поэтому, в принципе, их столько и было. А вы сразу с семьей переехали сюда, в Калифорнию, в Кремнию, в Италину? Нет, мы сразу приехали в Коннектикут. Жили там какое-то время, потом я уезжал, жил в Нью-Джерси, жил в Нью-Йорке. И, ну, где-то года, лет 5 назад я вот на машине через все штаты поехал, посмотрел, приехал сюда, в Беррию. Пять лет назад? Примерно, да. И пять лет назад ты закончил школу Михаила Портнова? Да. Ну, расскажи о том, как проходила учеба и как ты, конечно же, искал работу после этого. На самом деле, все было достаточно просто. Я с Михаилом Портновым познакомился. Почему, кстати, полезно вести блог? Я как раз познакомился на почве видеоблогинга. И вот мы сообщали с ним, я прошел онлайн-курс, сначала, который у него есть там, замечательный курс со скайпом, где все рассказывается про какое-то введение в тестирование. Начал искать работу в Коннектикуте. Уже, в принципе, нашел, но туда было достаточно далеко ездить. Плюс я тогда еще учился и еще работал, и я понял, что я просто не потянул. И чтобы начинать, в принципе, входить в новую специальность, надо делать какие-то, наверное, радикальные перемены в жизни. Потому что тот, как бы, я на тот момент спал, наверное, по 4 часа в день. Я ходил в фулл-тайм колледж, у меня была фулл-тайм работа ночью охранником, где я заодно и уроки делал. Но куда-то пытаться еще там пойти тестировать, и это было слишком напряжно. Мы поговорили с Михаилом, он говорит, ну приезжай. Я приехал сюда, в школу, и пошел на обычные курсы, где я проучился. Я, в принципе, все знал, я проучился буквально месяц. То есть сразу пошел, сдал там внутренний тест, и мог, и начал проходить интервью. Я прошел два интервью, и на оба меня взяли на работу. Одно было связано с автоматизацией для, значит, апп. Тогда это было, по-моему, это было iOS, и Android у них тоже было. Ну, в общем, суть в том, что это был магазин, где люди там выбирают одежду. Но это все через апп делается, и можно какие-то было там, типа, одежду ставить, как на манекен или на свое фото. Ну, в общем, что-то такое, типа, посмотреть, как это будет на тебе до покупки. И вторая была именно вот эта Wi-Fi-компания Квантенна, куда, собственно, и пошел. То есть прошел интервью, и туда-туда взяли. Но я жалею, наверное, сейчас уже, там, через пять лет, что я пошел в софтвер-хардвер-компанию. Компанию, которая занимается железом. Потому что это не так востребовано, это очень узко специализировано. И если у вас будет выбор, куда пойти, когда вы только начинаете там в тестировании, обязательно идите туда, где вы можете что-то сделать с продуктом, который везде есть на рынке. То есть, там, автоматизация или, там, apps, или, там, я не знаю. Ну, и желательно, что есть какой-то язык, который вы будете знать, тоже, там, Python или Java, whatever. В общем, я знаю вещи про Wi-Fi, которые другие люди не знают. Но, в принципе, поскольку у компаний, там, их пять-шесть, ты можешь пойти до работы только туда. Чтобы пойти работать, там, в стартап, который занимается аппликейшенами или веб-автоматизацией, то, как бы, надо начинать с нуля. Вот, ну, вернемся к твоему вопросу. Значит, поехал, месяц отучился здесь, прошел оба интервью и начал работать. Все. Ну, меня взяли как интерна. Ну, тем не менее, потому что сейчас, я думаю, что, конечно, сравниваю то, что было пять лет назад и сейчас. Рынок растет, там, автоматизируется тестирование. Все сложнее находить именно новеньким, хотят опытным. Но, тем не менее, у тебя, вот, прям, очень гладко прошел опыт работы. Ты помнишь, как проходили собеседования? Да, пришел, значит, начали спрашивать, там, про нетворкинг, про линекс-команды. Ну, какой-то базовый став совсем, потому что брали на интерн-позицию. Мне там ответил, ничего сложного не было, абсолютно все мы в школе проходили. То есть, и пошел работать несколько месяцев, там, может быть, больше полгода подержали как интерна, потом дали full-time. Дали не очень большую зарплату сначала. Следующий шаг, я пошел искать другую работу, потому что платили, там, что-то 45 тысяч в год, я не знаю, ну, примерно. Я нашел другую работу, получил оффер, пришел с этим оффером, сказал, что я ухожу. Это как раз была компания Nest, которая, в принципе, достаточно известна, которая купила Google. И мне говорят, ну, блин, типа, куда ты пойдешь, давай мы там тебе... По ним. Да, по ним. И мне дали оффер, контур-оффер, который был больше, чем то, что я нашел, ну, как бы, как-то так. То есть, я там уже, ну, считай, почти пять лет. Пять лет на одном месте. Да, на одном месте. И, опять же, я вижу, что я могу пойти там в компанию, которая занимается, там, Mesh Networks, или, может быть, раутерами или свитчами, там, Aruba, Broadcom, MediaTek, Qualcomm, все, что здесь. Но, в принципе, этим все и ограничивается. И не так, чтобы можно было взять и влиться в стартап, допустим, если бы я в свое же время пошел там в какую-нибудь компанию, которая занимается разработкой, там, Apps, да. Ну, раз ты работаешь пять лет, то наверняка ты принимаешь участие уже в собеседованиях тех людей, которые, ну, вот, кандидатов. Да. Расскажи, как проходят эти собеседования сейчас. Ну, и вообще, давай сравним, как было раньше и как сейчас. Есть ли какие-то другие тенденции на собеседование? Ну, конкретно у нас, то есть, в принципе, я задаю такие вопросы, которые очень узконаправленные по специализации. Ну, во-первых, я хочу знать, что человек понимает вообще, о чем он говорит. То есть, я смотрю его интервью, совсем чуть-чуть прошу рассказать о его там прошлом опыте, что он сделал здесь, что он сделал здесь. Если где-то пересекается это с текущим опытом, например, он там строил тест-беды, я прошу его рассказать, как он это делал. То есть, там, как будет идти трафик, как он генерируется, где там у него инпоинты, как он там настраивал, ну, какие-то такие вещи. Потом уже непосредственно идут вопросы, там, расскажи, как происходит хендшейк, там, как он там в снифере может посмотреть, там, не знаю, какие-то, может быть, простые вещи, но, тем не менее, там, MAC-адрес или что-нибудь такое. И, там, рассказать про протоколы. Ну, в принципе, все, в основном все вопросы я задаю с точки зрения, там, Wi-Fi-Engineer. Ничего такого, чтобы, ну, как бы, что он не будет делать, я не спрашиваю. И еще смотрю обязательно на personality, то есть, на какой это человек, на сколько он готов работать, то есть, сколько он... Для меня самый главный критерий, насколько человек готов искать информацию самостоятельно и насколько он готов, ну, в целом, как бы, быть частью команды и настроен, вот, так, позитивно, скажем. Как принимается финальное решение по кандидатам? Значит, обычно собеседует, там, три или четыре человека. После собеседования собирается, ну, как бы, такая анкета, где есть чекбоксы, что хорошее, что, ну, как бы, какая-то определенная шкала оценивания по различным критериям. Там, технические знания, там, технические знания в этом, технические знания в этом, там, personality и такое. И есть небольшой summary, который ты даешь по кандидату, и, значит, все эти мнения вместе собираются, и hiring person, обычно это, там, QA manager или, там, директор, QA смотрят на мнение всех и, как бы, выбирают человека. Ну, в принципе, достаточно одному сказать, что нет, его брать нельзя, и человек скажет, ну, достаточно обоснованно, почему, да, то есть я у него, там, спросил, не знаю, знания Linux, а у нас Linux-based, embedded system, все на Linux, и человек вообще, то есть, он вообще не шарит. Ну, так как бы, нет. Ну, вот, хотя этого хватит, даже если, в принципе, там, всем остальным он понравился, его остальные почему-то этого не спросили, то этого хватит, чтобы человека не взять. То есть, ну, какой-то должен быть, конечно, базовый уровень. Пять лет, это, вообще, в сфере IT, это достаточно большой период, очень быстро все меняется. Расскажи, ну, о тенденциях рынка. Вот, самая главная тенденция, которая всех беспокоит, то, что, ну, вот, мануальные тестировщики скоро просто не найдут работу, потому что происходит автоматизация. Как ты, вообще, это видишь? Это так? Ну, я не думаю. Во-первых, мануальное тестирование никогда никуда не денется. Физически есть вещи, которые нельзя автоматизировать. Я не говорю, конечно, там, про веб-тестирование, но, там, я не знаю, или тестирование аппликейшенов, но везде будет компонент железа, с которым надо работать, да, то есть, там, установка, смена чего-то, я не знаю. Не пойдет же, не поменяет, там, робот, грубо говоря, какой-то часть, я не знаю, механизма, где сгорела какая-то плата или что-то. Ну, фактически. Я понимаю, что для этого есть суппорт, но многие вещи, которые до сих пор есть, которые придется делать с руками. Даже, вроде как, я слышал, даже тот же Facebook, у них, вроде, вообще автоматизации какого-то нет, все делается мануальщиками. Просто это армия мануальщиков через каких-то third-party companies, которые, там, в Украине, в Беларуси, ну, то есть, сидят, тестируют. Кто-то хочет полностью все автоматизировать, да, тенденция такова, что есть компании, которые пытаются автоматизировать все. Большинство из них веб или, там, какие-то Android или iOS applications. Но, опять же, как сама по себе мануально, его может становиться меньше, может быть, где-то падает уровень зарплат, но она все равно никуда не идет. Как твоя работа выглядит? Насколько она автоматизирована? Я могу сказать, что, наверное, процентов 30. Не очень много автоматизировано, потому что, когда ты, ну, когда ты строишь, допустим, тестбет, и там у тебя есть, условно говоря, два девайса, да, то есть, между которыми ты гоняешь трафик, там, собираешь дату, и это никогда не будет меняться. Ну, может быть, какое-то время этим можно заниматься через автоматизацию, но поскольку постоянно выходят новые девайсы, то есть, ты все время что-то переделаешь, перестраиваешь, добавляешь. Как бы, мануального там, в принципе, все равно очень много. Что должен знать, вот, на твой взгляд, тестировщик, который сейчас хочет найти работу вот в кремниевой этой линии? Ну, с учетом того, что автоматизируется, может быть, какие-то языки программирования, которые вот сейчас актуальны, на твой взгляд? Ну, я считаю, что, если человек хочет работать в тестировании, надо, во-первых, чего-то начинать, надо понять процесс. Как минимум, надо понимать, что это, что ты будешь делать, и какие типы тестирования есть, какие виды, и так далее. Дальше, после этого, ну, безусловно, неплохо было бы иметь какую-то техническую базу, да, ну, хотя бы там, не знаю, уметь там обращаться с тем же Линуксом, да, как минимум. Вот, может быть, знать бэш, там, какие-то скриптовые языки, хотя бы, ну, не на очень примитивном, не обязательно что-то писать, но, там, пойти закомментировать строчку или поменять какие-то данные, чтобы изменить, там, что-то в тесте, да. И из языков, если уже говорить, да, вот я там хочу пойти и сразу получать, там, 150 тысяч плюс, то это, в принципе, знание языка тогда уже будет, может быть, не на уровне программиста, но, по крайней мере, в то, с чем ты будешь работать, оно должно быть на уровне. Причем вы должны понимать, что, когда ты тестируешь, это не просто, знаешь, ты знаешь, там, Java или Python, тебе надо знать среду, тебе надо знать, как, там, настроить, там, сервер для тестирования. То есть, куча вещей, которые, там, как работать с ГИД, которые, в принципе, они сразу, наверное, не понятны, если ты с этим никогда не работал, что будет еще много моментов, которые не просто знать, как написать код. Стоит идти учиться в школу Михаила Портнова? Когда ты приходишь в школу, никто же тебя в итоге-то не возьмет и не посадит за рабочее место. Какие ресурсы ты используешь для того, чтобы что-то изучать? Самый наш главный ресурс – это Google. Перевозят ли тестировщиков? В целом, все тестирование, оно в основном аутсорсится. Продолжение следует...